Главой государства 22 апреля был подписан закон об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности. Это исторические моменты для белорусского бизнеса, ведь принципиально меняется его структура, а также закрепляются новые подходы к регулированию предпринимательской деятельности. Какие положительные изменения он повлечет и что думают о законе предприниматели, узнаем из первого материала выпуска. В Брестской области на 1 апреля было 33 757 индивидуальных предпринимателей. Основные изменения закона коснутся именно их. До 1 июля будет утвержден перечень видов деятельности, рамками которого будут ограничены как существующие, так и вновь регистрируемые предприниматели. По видам деятельности, которые не войдут в перечень, с 1 октября прекратится регистрация новых индивидуальных предпринимателей. Все действующие индивидуальные предприниматели, чьи виды деятельности не будут включены в перечень, согласно новому закону смогут до 1 января 2026 года создать коммерческую организацию по упрощенному порядку. За такими организациями сохранятся все разрешительные документы. Такие организации смогут в ускоренном порядке переоформить счета в банке. Также для таких организаций в течение двух лет со дня их государственной регистрации законом установлено ограничение на проведение выборочных проверок. Кроме того, закон предусматривает и новые виды финансовой поддержки, в том числе для среднего бизнеса. Ведь в настоящий момент такая поддержка доступна только субъектам малого предпринимательства. В прошлом году Союз предпринимателей Брестской области принял активное участие в обсуждении законопроекта по вопросам предпринимательской деятельности. Нами были подготовлены и направлены предложения от членов нашего объединения, большинство из которых были учтены в настоящем законе. У всех индивидуальных предпринимателей будет возможность быстрой трансформации в юридическое лицо без дополнительных расходов на административные процедуры, получение определенных льгот при осуществлении хозяйственной деятельностью и возможностью масштабирования своего бизнеса. Александр Комякович занимается арендой коммерческой недвижимости. Два года назад, когда стало очевидно, что изменения в налоговом законодательстве неизбежны, он самостоятельно запустил процесс перехода в юридическое лицо. Пройдя все сложности, Брещанин уверен, благодаря новому закону этот путь значительно упростится. Конечно, я столкнулся с большими трудностями, и этот переход для меня в то время, еще до этого закона занял, наверное, год где-то. Я не могу сказать точную сумму расходов, которые мне тоже это потянуло, но это было значительно на оформление всех документов. Сейчас этот закон позволяет бесплатно это все делать, и по срокам это все будет гораздо быстрее. Это явное преимущество и для меня неспоримое. На данный момент предприниматели в ожидании списка видов деятельности. Он появится до 15 мая и будет вынесен на всеобщее обсуждение. Принять участие в котором сможет каждый. Людмила Логодич, Юрий Плинда, Станислав Линник, телерадиокомпания «Брест».